Нас всегда очень радует, когда дети, которых мы показываем в нашей передаче, обретают семью. Большим событием для нас стало известие о том, что солнечная девочка Ульяна теперь дома. Три года назад в одной из наших передач мы показали 4-летнюю Ульяну. Солнечная девочка покорила нас своей улыбкой, открытостью, жизнелюбием. Мы надеялись, что Ульяна очень скоро окажется в семье. И вот это произошло. Ульяну удочерили. Мы познакомились с Сергалиной Михайловной, старшей для нее мамой. Я очень долго искала, а потом случайно увидела ее фотографию. И, кстати, увидела еще вот этот ролик, который вы снимали. Ну, я, конечно, очень так вообще обрадовалась. Сначала думала, ой, надо же, какая хорошенькая девочка. И мне очень понравилось. Она мне сразу понравилась вообще. А потом, когда я узнала, что она, ребенок с отклонением, у нее синдром Дауна, тут, конечно, у меня был ступор. Я очень сомневалась, переживала, как я справлюсь и так далее. Но она мне... Я два года думала. Она мне вообще не выходила. Ни из головы, ни из сердца. Но тут мне, конечно, очень хорошо помогла наша школа психологов при опеке. Вот они прямо вообще молодцы. Они мне все распределили, все сказали, как, чего. И помогли сделать вот этот выбор. Именно вот выбор. Да. Что у меня, оказывается, потенциал это еще много. И вот перейти вот этот психологический барьер, что вот и сомнения, и все вот. И тогда я, конечно, уже рискнула. Взяла... Поехала в Нерюнгри. Ой, много раз ездила туда. И все за наличные расчеты, денег не было. И вот благодарность, конечно, вот маме. Маме и сыну. Вот самое основное, конечно, вот когда тебе помогают самые близкие. Вот они все. Они меня и финансово, и морально, и всякое вот меня поддерживали. Да. Я вот маме хочу сказать, что она вообще у меня самая лучшая мама на свете. И, конечно, я очень благодарна. Благодарна, что меня так родные поддерживают. Сын поддерживает очень хорошо. Помогает. Подарки дарит ей все время. Он ее балует. Вот. Ну, вот так она и появилась. Девочка радует маму своими успехами. Каждый день что-то новое. Произносит первые слова. Мама надеется, что Ульяна скоро начнет говорить. Девочка очень любит танцевать и с удовольствием рисует. В том, что Ульяна сейчас здорова, заслуга очень многих людей. Хотелось бы мне большое спасибо сказать. Опеку, вот, детдом государства. Такому ребенку сердце оперировали. Новосибирску увозили ее операцию. Главное, это ребенку здоровье. Так она сейчас физически нормально как. Она и ходит, и бегает. И с Аргыланом в этом очень забота о ней. Все время ее таскают куда-то, туда-то. И все, и пешет драпой, и всякое разное. И вот она и стала все бегать, прыгать. И танцует, и веселенькая, хорошенькая стала. А, все-таки, в каким будущем вы ее видите? Конечно, каждая мать, наверное, хочет видеть будущее своего ребенка прекрасным. Ну, просто прекрасным. Потому что, ну, надеюсь, так и будет. Надеюсь, ее никогда никто не обидит. Это самое главное. Потому что, когда даже вот на улице мы, если ходим, или вот люди видят, вроде они и взрослые, и некоторые даже пожилые, опытные, там, жизнью. Иногда высказывают. Да. Больной ребенок. Это, конечно, обидно. Вот такие вещи, конечно, обидно. Не хочется, чтобы и ее кто-то по жизни обижал. И мне, когда так вот говорят, больно-то мне. Она-то не понимает, а больно мне. Очень больно. И в этот момент мне хочется, конечно, вот, прям вот, наверное, сказать людям все-таки вот, вот, ну, не надо обижать таких людей. Просто, если, как говорится, ничем не можешь помочь, лучше промолчите. Ну, а так вот, так вот, конечно, хорошо. Хочу, хочу, чтобы у нее было хорошее будущее. Чтобы все, как говорится, по жизни у нее текло, как река. Ну, я надеюсь, она, она хорошая хозяйка вырастет все равно. Да. Она будет все уметь, мы всему ее научим. В том, что жизнь Ульяны сложится хорошо, мы не сомневаемся. Девочка посещает занятия в специализированной школе. Учителя отмечают большой прогресс в ее развитии. Благодаря психологу, учителям, детским врачам, Ульяна меняется буквально на глазах. У нее появились подруги в школе. Родные верят, что у Ульяны большой потенциал. Хочется поблагодарить Серглану Михайловну и ее маму за то, что они решились на такой шаг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!